Воскресение Господа Иисуса Христа Пока христиане в Шри-Ланке праздновали воскресение Господа Иисуса Христа, джихадисты в Шри-Ланке праздновали слова своего пророка. «И мне была оказана помощь страхом, который охватил сердца моих врагов, взрывая христиан во имя Аллаха». Или, как об этом сказал член Конгресса Ильхар Амар, «кто-то сделал что-то кому-то в Шри-Ланке». Шри-Ланка – это островное государство, недалеко от южной оконечности Индии. 70% населения страны составляют буддисты, 13% – индуисты, около 10% – мусульмане и порядка 7% – христиане. Мусульмане и христиане являются религиозными меньшинствами в Шри-Ланке. Но это не мешает одной из этих групп уничтожать другую. В Коране Аллах велит мусульманам сражаться с теми, кто не верит в Него, сражаться с теми из неверующих, которые находятся по близости, проявлять милость лишь только к другим мусульманам, вселять страх в сердца врагов, Аллаха, и убивать их до тех пор, пока они сами не погибнут. Мухаммед объявил, что ему было велено Аллахом сражаться с неверующими до тех пор, пока те не признают, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед является его посланником. Довольно странно, что эти ясные повеления жестоко убивать немусульман продолжают побуждать мусульман жестоко убивать немусульман. Церковь святого Антонио в Коломбо, церковь святого Себастьяна в Негомбо, церковь Сионов Батикоа стали мишенью террористов-смертников из исламской террористической группы, Национальной Организации Единобожия. Погибло как минимум 290, и 500 человек получили ранения. Если вы в Шри-Ланке, пожалуйста, становитесь донорами крови. Очень много людей сейчас нуждаются в этом. Согласно Нью-Йорк Таймс, стрелки часов на колокольне церкви святого Антонио остановились на 8.45, в точном времени, когда первый террорист, смертник, взорвался, разорвав деревянные скамьи, в то время как верующие молились. Несколько минут спустя, второй взрыв прогремел, нарушив спокойствие во время воскресного бранча в ресторане в отеле Шан Гри Ла, популярном среди иностранных туристов. Спустя несколько часов воскресения, террористы-смертники взорвались в трех католических церквях и в трех пятизвездочных отелях в островном государстве Шри-Ланка, расположенном в Индийском океане. Десять лет назад на Шри-Ланке завершилась 26-летняя гражданская война, в ходе которой тамильские партизанские формирования начали широко применять тактику терактов с участием смертников. Позже опыт эффективного применения этой тактики на Шри-Ланке был изучен и скопирован на Ближнем Востоке. Число погибших выросло до 290 человек, а число раненых до 500, как об этом сообщил представитель полиции Руван Гунасикера. Но он отказался дать разбивку убитых и раненых в каждой из трех церквей и четырех отелей. Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира назвал эти взрывы хорошо скоординированной попыткой совершить убийства и устроить хаос и анархию. Полиция сообщила, что к концу дня 13 человек были арестованы по подозрению связи с атаками в столице Коломбо и городах Негомбо и Баттикалоа. Семеро подозреваемых в причастности к терактам были задержаны. Во время спецоперации один из подозреваемых подорвал себя, в результате чего погибли трое сотрудников полиции. На следующее утро New York Times сообщает, в понедельник 22 апреля на пресс-конференции официальные лица Шри-Ланки заявили, что взрывы церквей и отелей в пасхальное воскресенье были организованы Национальной Организацией Единобожьей, NTJ. «Мы не верим в то, что эти нападения были осуществлены группировкой, которая базируется в нашей стране. Действовала международная группировка, без помощи которой эти нападения не могли бы быть осуществлены», заявил пресс-секретар правительства Шри-Ланки «Раджита» «Ценаратны». Любопытно то, что когда группа правоверных мусульман в Шри-Ланке решала то, как им взаимодействовать с христианами, они пришли к совершенно точно такому же выводу, как и множеству других мусульманских групп. В январе этого года мусульмане убили 20 христиан, совершив взрывы в церквях на Филиппинах. В прошлом году, в мае, мусульмане-смертники убили 12 христиан, совершив взрывы в трех церквях и в Индонезии. В 2017 году правоверные мусульмане-смертники взорвались в двух церквях в Египте, убив 49 христиан, которые собрались для поклонения в вербное воскресенье. В 2016 году мусульмане-смертники совершили взрыв в Пакистане во время празднования христианами Пасхи. В парке погибли 75 человек и 340 были ранены. Мы можем проследить эту закономерность атак на церкви в праздники до 6 века, но важно помнить, что только расисты замечают подобные закономерности. Ну, по крайней мере, так нам говорили вплоть до атаки на мечеть в Новой Зеландии. До стрельбы в мечети в Крайс-Чорч нам говорили, что мы никогда не должны исследовать идеологию террористов, ведь это проявление расизма. Мы никогда не должны связывать террористическую атаку с идеологией, которая призывает их совершать, потому что это проявление расизма. Нам следует всегда относиться к террористам как к одиночкам с страдающими психическими расстройствами, которых нельзя никаким образом ассоциировать с их более мирными аналогами. Но потом белый националист совершает атаки на две мечети в Крайс-Чорч в Новой Зеландии, и правила внезапно изменились. И так как правила изменились, мы должны применять уже новые правила взрывом в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке. Давайте рассмотрим четыре применения этим новым правилам. Во-первых, после стрельбы в мечети в Крайс-Чорч многие мусульмане, многие левые винили в атаке всех, кто когда-либо критиковал ислам, и всякого, кто когда-либо критиковал слова или поступки мусульман. Были мусульмане, которые винили Челси Клинтон за стрельбу в Крайс-Чорч. Потому что она осудила антисемитские комментарии одного мусульмана. Меня тоже винили за стрельбу в Крайс-Чорч, даже несмотря на то, что я осуждаю насилие. Роберта Спенсера винили за стрельбу в Крайс-Чорч. Апостейт Профета винили за стрельбу в Крайс-Чорч. Журналистов винили за стрельбу в Крайс-Чорч. Политиков винили за стрельбу в Крайс-Чорч. А кто в действительности совершил стрельбу? Белый националист и самопровозглашенный экофашист. Но многие мусульмане и многие левые использовали атаки, чтобы оклеветать всех, с кем они в чем-то не согласны. Последовательности ради, теперь мы можем винить во всех взрывах в Шри-Ланке всякого, кто когда-либо критиковал христианство, и всякого, кто когда-либо критиковал слова или поступки какого-либо христианина. Мусульмане, вы виноваты во взрывах, потому что вы критиковали христианство. Атеисты, вы, по сути, собственноручно сделали бомбы, которые были использованы в атаках, потому что вы критиковали христианство. Вы, журналисты, которые писали статьи о скандалах, связанных с сексуальным насилием в католической церкви, вы-то и есть самые настоящие террористы, потому что вы привлекали внимание к скандалам вокруг сексуального насилия в католической церкви. Если вам кажется, что все это звучит безумно, или вам кажется ненормальным возлагать вину за террористическую атаку, совершенную мусульманами на всех, кто когда-либо критиковал христианство, то помните, это не я придумываю правила, я лишь им следую. Итак, теперь вы можете свободно обвинить любого, кто вам не по душе, за атаку в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке. Во-вторых, после стрельбы в Крайс-Чорч огромное количество женщин, включая премьер-министра Новой Зеландии, надели хиджаб в знак солидарности с мусульманами. В последовательности ради, чтобы выразить свою солидарность с христианами, мусульмане мира должны тоже одеться как христиане. Самый простой способ это сделать, это надеть крест. Я ожидаю, что миллионы мирных мусульман наденут кресты, ведь мусульмане мира хвалили немусульманских женщин за то, что те надели хиджаб после атаки в Крайс-Чорч. В-третьих, после стрельбы в Крайс-Чорч, СМИ удвоили свои усилия в блокировке всякого, кто критикует ислам, особенно тех, кто критикует ислам мирно. Меня, как и многих других, заблокировали в Твиттере и Фейсбуке. Так что последовательности ради, Твиттер и Фейсбук обязаны заблокировать всех тех, кто критикует христианство, даже если они это делают мирно. Если же они не станут блокировать всякого, кто критикует христианство, то это лишь докажет, что они кучка лицемеров. А мы-то знаем, что праведные гении в службе доверия и безопасности Фейсбука и Твиттера ни за что не могут быть лицемерами, ведь так... В-четвертых, стрелок в Крайс-Чорч – белый националист. После атаки все без сомнения осуждали белый национализм. Итак, идеология, которой он придерживался, подверглась критике и осуждению, несмотря на то, что существует множество мирных белых националистов. Из этого следует, что когда кто-либо убивает людей во имя своей идеологии, то это совершенно приемлемо – критиковать и осуждать его идеологию, даже если существует множество мирных сторонников данной идеологии. А это значит, что после взрывов в церквях в Шри-Ланке, которые были совершенные мусульманами во имя Аллаха, мы можем критиковать и осуждать ислам, несмотря на то, что в мире существует множество мирных мусульман. Я повторюсь, не я установил эти правила, я лишь следую им. Поэтому, если мы хотим следовать правилам, установленными мусульманами и левыми после стрельбы в мечетях Крайс-Чорч, то мы теперь должны винить за взрывы в церквях в Шри-Ланке всякого, кто когда-либо критиковал христианство, или всех, с кем мы можем иметь какие-либо разногласия относительно случившегося на Шри-Ланке. Мы также должны настаивать на том, чтобы мусульмане носили кресты неделю или две в знак солидарности с христианами. И мы, безусловно, должны критиковать и осуждать ислам, идеологию смертников. Несмотря на мою любовь к последовательности, я не думаю, что я стану прилагать много усилий для обеспечения соблюдения первых трех правил. Но четвертое правило – критиковать и осуждать идеологию, которая привела к атаке – это правило мне по душе. Хотя я бы хотел сделать небольшую поправку в это правило. Я считаю, что в случаях, когда террорист совершает террористический акт во имя идеологии, который недвусмысленно призывает к насилию против всех тех, кто не придерживается этой идеологии, то такая идеология должна быть подвергнута исследовательному обличению, критике и осуждению. Более того, важно сказать, что если мы игнорируем или, что еще хуже, защищаем идеологию, которая призывает к насилию, то мы оскорбляем память о всех жертвах исламской террористической атаки в Шри-Ланке. У меня нет выбора, кроме как исследовать, обличать, критиковать и осуждать идеологию, которая однозначно призывает к насилию над неверующими. Что касается вас, мои друзья-мусульмане, то назад пути нет. Не жалуйтесь, когда я критикую и осуждаю расслевавшего малолетних, избивавшего жен, торговавшего рабами, целовавшего языческий камень, женоненавистнического, расистского террориста, которого вы зовете пророком. До скорых встреч!